Мы отмечаем за прошедшие сутки уменьшение количества обстрелов или нарушение режима прекращения огня почти в три раза. За минувшие сутки это составило 424 раза. При этом противник продолжает использовать артиллерию. В этом случае было выпущено 113 артиллерий снарядов, из них 10 калибром 152 мм, было выпущено 131 мина, из которых калибром 120 мм 37 мм. Также обстреливали из гранатомета, было выпущено 166 боеприпасов, применялось БМП стрелковое оружие. Обстрелы производились в зоне ответственности все тех же военных преступников. Это 53-я, 72-я и 92-я отдельных механизм на бригад, командиры которых Грузевич, Соколов и Николюк, командир артбригады 55-й Брусов, командир 36-й бригады морской пехоты Дилетицкий и командир 25-й воздушно-десантной бригады Зенченко. Обстреливали следующие населенные пункты Зайцево, Железная балка, Ясиноватая, Крутая балка, Веселая, Александровка, Николаевка, Еленовка, Сигнально, Докучаевск, Староласпо, Саханка, район аэропорта и поселок Трудовский и Петровский района, город Донецк. В результате обстрелов со стороны вооруженной силы Украины повреждения получили 11 домов в населенных пунктах Зайцево, Еленовка, Николаевка и Крутая балка. Хотел бы отметить, что сегодня утром произошел попьющий аэрофакт. Около 9 утра из БМП-2 обстреливались населенный пункт Крутая балка, но обстрел именно велся по крышам домов. Специально по крыше. Наибольшая концентрация обстрелов, артиллерийских именно, происходила в районе Ясиноватой. Что вы знаете, там недалеко находится фильтровальная станция, но, к счастью, повреждений она никаких не получила. Мы отмечаем миссию ОБСЕ о том, что обстрелы происходят в данном районе, чтобы они как-то повлияли на украинскую сторону и все-таки фильтровальная станция находилась в стороне. Вот эти все разрушения зафиксированы следственной группой и вот эти преступления украинской армии переданы представителям миссии ОБСЕ. Наша разведка продолжает вскрывать то, что происходит за линией соприкосновения. Нам стало известно, что в населенный пункт Мариуполь прибыло до 800 националистов батальона Донбасса. Цель – это реализация тех акций по деблокированию нашей республики, о том, что они везде заявляли. Также это зачистка в населенных пунктах, прилегающих к линии разминчения. За минувшие сутки нами выявлены факты небоевых потерь в грядах вооруженных сил Украины. Так, в 72-й бригаде погибло двое военнослужащих. Один – это застрелил его другой сослуживец в районе населенного Путавдеевка, открыв огонь по скоплению военнослужащих в том месте. Второй – это суицидальный. Он сам себя застрелил, но сам факт интересный, потому что перед этим у него изъяли его личное оружие. Он застрелился с автомата сослуживца. Также нам известны случаи о том, что из-за состояния, которое находится у противника, это моральное, в первую очередь, обеспечение. В районе Ночасового Яра, там размещается 53-я бригада, прибыла инспекция, которая основная цель работы – это направлен на проверку командного состава, потому что они полностью отстранились от решения всех бытовых проблем, которые существуют у своих подчиненных. Также нам известно о наплевательском отношении – это в 36-й бригаде, в 501-м батальоне, где военнослужащие жалуются, морпехи, о том, что у них обеспечение продуктами питания очень плохое, и они обращаются ко всем волонтерским организациям, чтобы им дали еду, чтобы с голоду не мерить. На фоне этого всего я хотел бы сказать, что наши подразделения готовы психологически, теоретически и практически к тому, что если противник примет решение пойти в атаку на наши позиции, то мы не дрогнем. Но при этом, для того, чтобы это происходило, с практической точки зрения, боевая подготовка продолжается. На данный момент это слаживание взводов, и непосредственно идут стрельбы рядом при этом слаживание, это из БМП и из танков. Но, если хочешь, мир готовится к войне, поэтому да, прошу прощения. Поэтому мы и работаем в этом направлении, боевая подготовка, она не прекращается, она продолжается постоянно, потому что практически военнослужащие должны быть готовы в любой момент оказать отпор противника, если он решит все-таки применить агрессию по отношению к республике.